Ребятки, сегодня у нас игра с этим хорошим человеком, голым, с голым мужиком. Сегодня у нас правила игры какие? Какие, в принципе, всегда объясняют для тех, кто ни разу не видел, не участвовал и все такое. Чатик я подниму, чтобы ты не видел чатик, чтобы не палили и все такое. Правила простые. 15 вопросов. Каждый последующий вопрос может быть чуть-чуть тяжелее, может чуть легче. Тут уже я считаю, что он тяжелее. Это понятно. Есть три несгораемые суммы. Пятый вопрос, десятый и пятнадцатый. И призы, естественно, за каждую несгораемую сумму так же будут, если ты до них докатишься. Напоминаю, что ПН это не пятница, а понедельник. Это самое главное правило. Правило, да. Это подсказка такая. ПН это не пятница. У тебя есть три подсказки. 50 на 50 убираются два каких-то 100% неверных варианта. Есть звонок Гитлеру или Киллеру. Ты можешь позвонить, точнее я кому-то позвоню, а там человек тебе уже наверняка подскажет. И есть помощь братвы. Это чатика с Ютуба и с Твича. Они там будут чатики писать. Ну, их мнение, скажем так, высказывать. Насколько это правильно или нет, уже судить тебе. Итак, с правилами ты согласен? Ну да. Подсматривать никуда не будешь. Шлюхи кокос тебе в носик не втирают. И ты такой весь честный. Да-да-да. Клянусь. Хорошо. Ну, ребятки, да. Мы начинаем. Итак, поехали. Во-первых, перед началом мы тебе сделаем какой-то ник. Так, игрок. Как тебя назвать? Сафматич. Голый мужик. Голый мужик, отлично. Итак, поехали. Ну, понеслась, ребятки. Так, понеслась. Первый вопрос. Камни перевоплощения. Это... Вариант А. Пища для Коби. Вариант Б. Декор на острове. Вариант С. Материал для костюмов. Вариант Д. Материал для особого призыва. Ну, блин, даже не знаю. Наверное, все-таки вариант А хотелось бы ответить. Но все-таки вариант С. Камни для перевоплощения. Без подсказок. Не будем там звонить бабушке соседской. Не, ну можно было бы позвонить Коби. У тебя, кстати, есть у нас? Конечно, домашний, естественно. Мы с ним Васьки каждый день общаемся. Ну, тогда позвоним ему попозже. Мне вчера такие фотки кидал свои. Я позже покажу, ребят. В конце этого выпуска я добавлю фотки с Коби. Обязательно. Так, какой вариант? Вариант С. Камни для перевоплощения. Камни для костюмов, да? Ну, да. Итак, вариант С. Окончательный ответ. Да. Кончаем на варианте С. Итак. Удивительно. Божечки, первый вопрос позади, ребятки. Видали? Так. Второй вопрос. Какой максимум слотов в инвентаре монстров? Вариант А. 100 слотов под монстров. Вариант Б. 150 слотов под монстров. Вариант С. 110 слотов под монстров. И вариант Д. 120. Блин, еще сложнее вопрос. Сейчас подумаю. Наверное, все-таки 120. Так, мы не берем, опять же, подсказку. Может, чатик лучше знает. Там в чатике те еще хейтеры, так что лучше я сам отвечу. Согласен. Итак, вариант Д. 120. Да. Хорошо. Вариант Д. 120. В инвентаре максимум слотов под монстров. 120. Итак. Ну, вы видели? Ну, естественно. Божечки. Угадал, наверное, да? От фонаря. Так, хорошо. Третий вопрос. Сколько раз нужно отформить Кайрос для ачивки всей гильдии? Вариант А. Тысячу раз. Вариант Б. Пять тысяч раз. Вариант С. Пятьсот раз. И вариант Д. Три тысячи раз. Для всей гильдии. Всей гильдии сколько надо отформить? Она, типа, ежедневная. Это, как я понимаю, достижение гильдии, да? Да, да, да. Она постоянная, эта ачивка. Дает за нее 5 или 10 опыта, я точно не помню. Блин, а вот это я не помню. Ну, давай все-таки спросим у чатика. Мы используем подсказку помощь братвы. Да. Хорошо. Итак, чатик. Готовьтесь. Сейчас, секундочку. Чатик тебе... Итак, помощь братвы. Пять тысяч девять... Тысяч девятьсот девяносто девять. Пять тысяч три тысячи. Сейчас, сейчас ждем. Вариант С тут пишут. А вариант... Так. Ну, если так по статистике, я не знаю, как бы тебе подвести итог, большинство пишет, что вариант А. И плохо просто видно? Да, я тоже думаю, что все-таки тысяча. Хотя, если честно, я вот вообще не знаю, сколько там. Но думаю, что тысяча. Угу. Пишут тысяча, ты согласен с ними, да? Ну да. Кто хочет подставить миллионера, спрашивают. Кто хочет подставить миллионера. Поверим моим хейтерам и твоим хейтерам. Да, да, да. Тысяча. Вариант А. Тысяча. Хорошо, я уберу и чатик. Секунду. Так. Вариант А. Тысяча. Хорошо. Одну подсказку мы использовали и... Да, это правильно, поросеночек. Спасибо чатику. Чатик не хейтер, да? Итак, четвертый вопрос. Цена Дьяволмона за очки арены. Вариант А. 240 медалей. Вариант Б. 150 медалей. Вариант С. 120 медалей. Вариант Д. 180 медалей. За сколько продается, собственно, Дьяволмон? Ну, это легкий вопрос. Дьяволмонов все покупает каждую неделю, поэтому ответ 180 медалей. Мы не используем звонок Коби и берем 50 на 50. Нет, нет. Я уверен. Блин. Чатик, я думаю, согласен с ним или не согласен. Отпишите обязательно ваше мнение. Итак, вариант Д. 180 медалей. 180 медалей. Окончательно. Да. Окей, вариант Д. 180 медалей. Ну, проверяем. О, да. Удивительно. Ну, я играю три года, так что это я запомнил. Было бы, да-да-да, стыдненько. Итак, пятый вопрос. Несгораемая сумма. Напоминаю, очень влажный вопрос. 150 кристаллов на мировом боссе дают за... Вариант А. Один рубин. Вариант Б. Три голды. Вариант С. Две голды. Вариант Д. Одна голда. Сколько дают... Короче, 150 кристаллов дают за какой рейтинг? В конце, когда вы убиваете босса. Фу, блин. Вот это... Да. Такого я не ожидал. Вот это... Ну, в принципе, мы тоже бьем каждый день мирового босса, поэтому вопрос достаточно легкий. Просто надо помнить. Ну, так-то да, отбиваем мы каждый день. Но вот какие награды. Давай все-таки то ли позвоним Коби. Позвоним Коби. Так, Фримен. Алло-алло. Да-да-да, тут. Слышно, да? Итак, Фримен, здравствуйте. Тут у нас игра. Кто хочет стать миллионером, извините, что вас беспокоим. Знаем, что вы сидите в туалете и мило себе какаете. Но вопрос таков. Помогите, пожалуйста. 150 кристаллов на мировом боссе дают за вариант А 1 рубин, вариант Б 3 голды, вариант С 2 голды и вариант Д 1 голда. Сколько? За какой рейтинг дают? За 3 голды. За 3 голды? Еще раз. За 3 голды. Итак, хорошо. Спасибо вам большое, Фримен. Как идти дальше? Спасибо вам. Товарищ Фримен ответил 3 голды. Согласны ли вы с ним? Ну, вот я так и думал, потому что на прошлом этом мировом боссе я закрылся в 2 голдах и, по-моему, я получил 125. Так что все-таки я соглашусь с этим скиллером или каком-то... А, да, 3 голды. 3 голды. Вариант Б 3. Да, 3 голды. 3 голды, вариант Б. Поехали. Одна подсказка осталась. И это правильно, так и верный ответ. Боже, несгораемая сумма. Да, 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 да. И что же я заработал? Пока ничего. Такую проститутку не особо опытную. Музыка поменялась. Итак, вместо рекламы я задам тебе вопрос. Очень важный. Какая, по твоему мнению, это да, не касается, какая, по твоему мнению, первородка самая бесполезная в игре? Точнее, что хочешь больше всего ты, чтобы оно у тебя валялось и ты проклинал игру? Ну, наверное, это вуса. Вуса, да? Согласен, абсолютно бесполезный. Абсолютно бесполезный. Вообще ни о чем. Хочу себе два таких, чтобы валялись на складе. Полностью с вами согласен. Итак, хорошо, вернемся к игре, реклама прошла. Шестой вопрос. Сколько процентов силы атаки дает светилище огня 10-го левела? Ну, то бишь здание. Вариант А. 20% в силу атаки, но оно все в процентах. Вариант Б. 23%. Вариант С. 21%. И вариант Д. 25%. Ну, насколько помню, в этих светилищах, которые дают атаку, защиту и здоровье, по-моему, там нет нечетных процентов. Так что, наверное, думаю, 20%. Не используем подсказку. Да, я рискну. Итак, еще раз. Сколько процентов силы атаки дает светилище огня 10-го уровня? Ну, фуловое здание. Вариант А. 20%. Вариант Б. 23%. Вариант С. 21%. Вариант Д. 25%. Твой ответ? 20%. 20%. Вариант А. Окончательно. Да. Да. Итак, ну, хорошо. Вариант А. 20%. И это неверно. Это 21%. Они все дают по 21%. Да. А вот сила атаки, которая общая, она дает именно 20%. Вот так. Ну, хорошо. Во-первых, такой вопрос. Почему ты такой нуб в игре? Да. И почему ты этого не знал? Да. Почему ты скатился на пятом вопросе? На шестом? Ну, блин, не знаю. Чего тут у меня засел? В голове, что 20%. Хорошо. Хорошо. Смотри, во-первых, ты выиграл. Ну, это я оглашу уже в чатике, когда мы закончим это дело. Понравилась ли тебе игра, чтобы ты хотел не поменять? Или там еще что-то, какие-то пожелания мне, чатику, бабушке соседской? Ну, игра, конечно же, понравилась. Я очень хотел в ней поучаствовать. Давно пытался, но ты меня не выбирал. Жертвы свои. Какие дела? Настал тот день. А поменять? Ну, не знаю. Какие-нибудь вопросы полегче, может быть? Полегче? Хорошо. Хорошо. До пятого вопроса постараюсь сделать полегче вопросы. Но какие-то слишком очевидные вопросы, они не попадаются на глаза. Я стараюсь один-два вопроса. Готовился к игре, наверное, часа три, сидел и лазил по игре. В принципе, изучил весь гексаграмм, там все данжи. Но почему-то этих вопросов не было. Ну, может, они и дальше были бы. Да. Хорошо. Смотри, приз ты получишь, который я оглашу тебе, вот, собственно, в чатике, передавая приветы. Да. Привет, Мария. Привет, Аганойзу. Ну, а, забыл самое главное. Привет, Хисусику. О, привет, Хисусику, да. Хорошо. С тобой будем заканчивать. Огромнейшее тебе спасибо, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья. Добавляю абсолютно всех. Стримы у нас проходят каждый день с 19.00. По, там, не знаю, по полуночь на ютубе и на твиче. Заходите, поставьте себе уведомления, галочки, колокольчики и прочее, прочее, прочее. И напоминаю, что для успешных отношений с девушкой у вас должно быть правило 3П. Пососала, покормила, повторила. Запомните. Все, всем спасибо. Всем до вечера.